Непотушенная сигарета довольно частая причина пожаров, которые заканчиваются трагически. Усугубляет ситуацию алкоголь. Житель Ешкаралы чуть было не пополнил эту печальную статистику, так как выпивший уснул с окурком в гараже. Мужчина, арендовавший гараж, там и проживал. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он уснул на импровизированном топчине. Непотушенная сигарета явилась причиной тления постельных принадлежностей. Сам виновник возгорания вовремя проснулся, когда задымление в помещении гаража уже было значительным и сразу же позвонил в пожарно-пасательную службу. Сообщение поступило на пульс диспетчера 01 в 18 часов 15 минут. Пожарные быстро прибыли к месту вызова и потушили очаг возгорания площадью 1 квадратный метр. К счастью, никто не пострадал. А вот один из домов в Горномарийском районе спасти не удалось. 7 сентября в 3 утра там вспыхнул пожар. К сожалению, возгорание обнаружили слишком поздно и к прибытию спасателей огонь с дома перекинулся на надворные постройки. На месте пожара работали 11 специалистов и 5 единиц техники. Благодаря их грамотной работе удалось избежать человеческих жертв. Причина возгорания устанавливается. Непростая ситуация сложилась на прошлой неделе на дорогах республики. Лишь за один день, 6 сентября, произошло сразу два смертельных ДТП. Недалеко от поселка Дорожный на Оршанском шоссе автоледи за рулем Лексуса на полном ходу сбила велосипедиста. В результате аварии 47-летний мужчина скончался до приезда бригады медиков. Другая авария унесла жизнь мотоциклистам. Возле поселка Сернур водитель, управляя автомобилем Hyundai, наехал на 39-летнего мужчину, который, по предварительным данным, стоял на обочине проезжей части рядом со своим транспортным средством. В результате ДТП от полученных травм мужчина скончался. Предварительно установлено, что стоящее транспортное средство находилось на проезжей части, рядом с которым непосредственно и находился погибший. Световые приборы мотоцикла были выключены, также и отсутствовали световозвращающие элементы на одежде, что предварительно и способствовало совершению данного происшествия. 7 сентября около половины 10 утра в самом центре города произошла крупная авария. По предварительным данным, вблизи перекрестка Ленинского проспекта и улицы Первомайской, 37-летний водитель Рено выехал на встречную полосу и на полном ходу врезался в ожидающий зеленого сигнала светофора Lexus. Удар был такой силы, что внедорожник откинуло на ВАЗ-2113. В результате пострадал сам предполагаемый виновник ДТП. После аварии очевидцы запечатлели на видео необычное поведение мужчины. Мода на электросамокаты породила и новый вид преступлений. Пункты проката этих маневренных двухколесных транспортных средств появились по всему городу. Покататься хотят многие, а вот платить за аренду готовы не все. Так в городской отдел полиции обратился один из владельцев проката с заявлением о краже. Отследив сигнал GPS-трекера самоката, было установлено его местонахождение. Далее в ходе оперативно-розыскных мероприятий на рядом патрульно-постовой службы полиции по имеющейся ориентировке задержан предполагаемый злоумышленник. Им оказался 32-летний шкаролинец, который шел по улице с электросамокатом в руках. Передвижение на нем было невозможно, так как разблокировка колес происходит только после оплаты. Причиненный ущерб составил 13 тысяч рублей. Сейчас подозреваемый задержан, украденное имущество изъято, злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.